всем привет добро пожаловать в мою оранжерею сегодня мое видео будет о поэнсетти наконец-то до нее дошло время ее обрезать я конечно ее подзапустила или надо было ранее весной то есть ну хотя бы апреле ее нужно было обрезать но у нее были цветные предсветники а сейчас видите идет бурный рост здесь остались еще красные листочки да у нее большие но все равно и вот видите у нее уже тут и зимовка у нее и все на свете она у меня лысее в принципе видите желтый лист пошел это говорит о том что пуансетия должна была уже здесь обрезка чтобы у нее вот этот новый рост пошел а то у меня видите как получилось у нее там красные листья уже такой рост пошел ничего страшного она очень быстро набирать зеленую массу и как раз и хватит еще и сентябре заложить цветочные почки ну кто еще не знаком с этим растением это тропическое растение это из семейства малочаевых то есть очень красивая еще и называют рождественская звезда потому что у нее она выпускает цветные предсветники красные белые желтые розовые то есть там множество вот этих окрасов именно на рождество и поэтому ее еще называют рождественская звезда моей план сети как вы видите у меня она очень большая она у меня уже живет 6 лет то есть я ее покупала совсем такую маленькую и вот вырастила до такого состояния и каждый год я и делаю кардинальную обрезку я ее очень хорошо обрезаю сегодня при вас это сделаем ну вот у меня уже видите какой ствол целое дерево ну начну я ее то есть у нее вот везде везде просыпаются почки то есть я вот ее прям вот так вот режу вот такие большие ветки вот видите сколько приходится сейчас связать из-за того что не вовремя было и она довольно таким быстро-быстро вообще наращивает молодые оставлю она у меня сейчас достаточно сухая поэтому она не выпускает вот этот белый млечный сок ну вот здесь вот примерно оставляю так вот две почки и вот это вот с цветочком здесь но имеется цветными предцветниками это я буду все убирать и и вообще уберу это вот уже длинная тоже убираю ну вот такой вот компактный кустик получился она довольно таки быстро сейчас обрастет через две недели она уже в принципе будет зеленая вот видите сколько у нее веток она нарастила это все пришлось срезать потому что это уже никакой красоты ничего не будет и немного по уходу вам расскажу заплатить и ну это просто мой личный опыт поливаю я полон сетью вот главное самое тоже еще и полив у неё вот сейчас вот она просто сухая здесь конечно же у меня в этом вазоне у нее одни так а решочки уже остались но это хорошо очень для цветения потому что корневая система уже разросла и она сейчас вот начинает зеленые побеги наращивать и закладывать тут же сточные почки да пропали я ее подсушиваю и потом обильно поливаю то есть это из семейства молочаевых его не нужно это растение заливать его лучше посушить пусть он просохнет даже полностью ничего с ними случится и потом она обильно напивается и то есть вот таким образом я ее поливаю она предпочитает конечно светлое место и чтобы на нее даже попадало солнышко она это любит но не яркое солнце потому что она очень листья такие знаете нежные и может их обжечь если даже еще резко вывести на солнце конечно ее нужно обжечь удобрять пуансетии нужно а с весны до осени конечно обязательно для цветущих растений и она конечно очень хорошо и укореняется у меня просто есть черенок вот такой вот я его сейчас тоже кстати обрежу это выращенный из нее вот здесь два черенка вместе посажены в один горшочек здесь вот конечно для черенкования очень много материалов ее она укореняется даже знаете просто водичку ставишь вот такие да веточки ну можно здесь листочки немножко убрать можно не убрать она просто лишнее сама скинет и она очень хорошо в воде укореняется или в тепличке я укореняла в воде здесь конечно материала очень много для укоренения может быть я что-то и поставлю немного в водичку потому что растение очень нарядно очень красивая она даже когда не цветет у него это листва зеленая очень декоративно смотрится но а когда она выпускает цветные присветники это вообще конечно и что еще для план сети важно для закладывания цветочных почек то есть сентябре например сентября ей нужно сократить цветовой день то есть чтобы вот она на свету стояла примерно 6 часов а потом ее я ее уносила просто допустим в комнату где я свет не включаю ну вот куда-то убрать ее там кладовку я не знаю у кого есть если у кого-то нет такого да помещения то можно ее накрыть пакетом просто в 6 часов вечера накрыть и пусть она до утра стоит а утром когда вы просыпаетесь этот пакет снимаете или колпак можно сшить и в этот период она конечно закладывает эти цветочные почки и вот эту процедуру я делаю ей месяц и после этого она у меня выпускает вот эти цветные прицветники и вот я хочу сейчас сделать обрезку посмотрю как наверно так вот по три почки оставлю не буду коротко сильно урезать потому что у нее и там уже видите молодой рост уже пошел красавчике нравится мне тоже это растение и у меня вот еще белая есть полосетия тоже уже выросла сейчас тоже обрежу здесь мне конечно хочется ее прям покороче обстричь или уже оставить но вот у него здесь от почки вот они пойдут можно в принципе белую конечно я поставлю на укоренение чтобы ее было побольше она мне немножко вот подсохнет я их тоже подсушенная млечный сок не ты не выделяет но я немножко дам ей подсохнуть и поставлю ее в водичку конечно после этой процедуры все нужно обработать потому что вот эти вот молодые здесь конечно вот соку то достаточно пошло ну вот я еще думаю все таки вот еще над этим вот экземпляром хотелось бы конечно наверное едам отдых и наверное обрежу все таки листья чтобы у нее пошли боковые почки уберу все старые листья пусть она отдохнет и у нее везде вот здесь появится новый рост ну вот сделала стрижку своим план сети вот так они сейчас выглядят но я через две недели они изменятся конечно белую здесь и обстригу я просто хочу чтобы у него здесь побеги какие-то куришь кустик такой пушистый сейчас я их сношу в душ просто они очень сухие ну через часик я сейчас затянутся весь рамочки и я их сношу и через некоторое время я сниму видео и покажу какие они у меня стали увидимся в следующем а